Так Представь себе Я видео включил А тут что это за хрень Что это такое вообще Вот это нихрено Начало Бухал и курил С бомжами 7 дней Еле выжил Скамерс, ватафак Я знаю что он смотрит реакции Стримеров Это что такое Осуждаю Да я осуждаю Осуждаю Осуждаю, ты что вообще А он в курсе вообще что ему за Надпись вообще дали в руки Он вообще понимает что это такое Мне кажется он не в курсе Мне кажется он после этого видоса может найти скамерса И скажем так Так скамерс в итоге ответит за Содеянное Но в Калифорнии Все это удовольствие Можно получить за 0 долларов Достаточно всего Да лишь навсего быть Сначала прослушал А перемотать я не могу Потому что там Ну Сами знаете что Ну ладно Однажды мудрец сказал Слэйвэй Возе чойс И хоть в этом вопросе Я и не могу до конца Согласиться Но все же Смотря на жизнь Бомжей в Калифорнии Я очень четко понимаю Что ее они точно выбрали сами Да и на самом то деле Трудно их в этом винить Бесплатная еда Бесплатная одежда Какая-никакая Но тоже Бесплатная медицина Ежемесячные выплаты Читай как Бесплатные деньги И этот список Еще далеко не все Звучит Как будто бы Стоит переехать в Калифорнию И быть бомжом Сегодня я проведу День с бомжом В Лос-Анджелесе Я еще помню лет 10 назад Даже больше Когда еще таким Типа Дурачком Был Я сидел и думал А ведь Переехать в Америку И стать бомжом Там Наверное это лучше Чем Жить в России При этом быть каким-то работягой И жить в квартире Я реально в тот момент Такой думал Ну реально же Ну реально Быть бомжом Где-нибудь в Лос-Анджелесе Лучше Чем быть работягой в России То исходя из того Что я сейчас услышал Походу реально так Будем Но надо Главное Надо еще оценить обстановку Окей давайте Пилить, курить травку И хаслить на государственные деньги Знаешь ли ты Сколько денег От правительства Тут получают бездомные Да Сколько Достаточно Назовешь цифру 800 баксов в месяц Эта цифра бесконтрольно растет Да Если сравнивать с зарплатами в СНГ То можно очень сильно взгрустнуть И поверь Грустить тебе придется еще не раз Потому что эти деньги Лишь самая малая часть того Сколько загнивающий запад платит Своими бездомными Поэтому и не удивительно Ну давай расскажи На что мои Лично мои налоги идут Что Калифорния бомжами Буквально кишит И тут вот надо сразу уточнить Что грубо Их можно разделить на два вида Первый Это люди с психическими проблемами И наркотической зависимостью Те самые классические бомжи Которые грязные Списываю Я заплатил 17 тысяч долларов Налогов Это я списываю Я еще Почти не списал Разные вонючие Орут на всю улицу И кидаются на прохожих К сожалению Таких тут большинство И второй вид Самые обычные люди Как мы с тобой Но просто они для себя решили Что не хотят работать Не хотят напрягаться по жизни Да и зачем переплачивать за аренду Если палатка ничем не хуже А помыться можно и на пляже Вот именно они-то Как раз в основном И обитают В минивэнах Домах на колесах И конечно же палатках И они наверное Голосуют за Байдена Да? И я вот сейчас задумался Закладки с наркотиками По сути это же Чисто российский феномен Вот например В Америке В основном Все все покупают с рук С рук? Поэтому получается Что каждая вот такая вот палатка По сути и есть закладка Просто в других масштабах И вот в момент Когда ты теряешь свой дом И попадаешь на улицу У тебя естественно стресс Ну а утолить его проще всего Как? Правильно Наркотой Другой вопрос конечно в том Что на улицу ты изначально попадаешь Потому что скорее всего Уже злоупотребляешь Но мой тезис в том Что драксы достать тут Ультра легко Вот прям реально даже легче Чем встретить чернокожего в KFC Осуждаем Наглядности эксперимента Давай я даже поставлю таймер И мы с тобой узнаем Сколько времени мне понадобится Чтобы купить Коту средь бела дня В самом центре города Оооо Фиксируйте Скаммерс Покупает котики В своем видосе Все ясно Погнали Сейчас еще и наверное Будут показывать В каком месте это делать Эй бро Как ты делаешь? У этого бро Явные проблемы С гигиеной Я бы к нему близко не подходил Он чешется как-то жестко Наверное он уже что-то Что нахуй Он с ноутбуком сидит Ладно Зашон чешется-то так Можно я скажу что-то Да Ты жокер? Я люблю смеяться Да, но Нет Жокер Ты знаешь Жокер Ты любишь Батмен? Нет Почему твоя hair Пи- Дай Like Жокер Что? Ман Ты готов Я знал Я знал Че? Я не знал Что хэллое продает Коту бомжам В Лос-Анджелесе 15 минут Спасибо И еще До свидания 17 с половиной Миллиардов долларов Сколько это Че это Что это за Что На разработку смуты Что Что Мэлстрой Поднял столько Что 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 Именно столько За последние Четыре Это зарплата бомжа Хе-хе Четыре года Калифорния Потратила На помощь Бездомных Чтоб Ты сейчас Лучше Понял Весь Масштаб Этой Цифры Давай Немного Посчитаем Давай Не надо По статистике За 22 Год В Калифорнии Была 171 Тысяча Бездомных Разделяю Так Мало А Порой Кажется Там Бездомных Больше Чем В принципе Людей Которых Там Много Миллионов Наверное Все Эти Бездомные Кучкуются Только На одних Улицах Поэтому И кажется Что их Так М Эту Сумму И получаем 102 тысячи Долларов Каждому Бомжу Давай Возьмем Грубо Средний Ценник На Бомжатскую Квартиру В месяц Какие 102 тысячи Тысячи Долларов Четыре Года Это 48 Месяцев Итого 2132 Доллара Можно было Давать Каждому Из этих Бездомных В месяц Но Столько Точно Не дают На протяжении Четырех Вет Но Где Деньги Ливовские По итогу Надежный Как швейцарские Часы План Не сработал А почему Да потому Что Сколько Бомжа Не корми Он Все равно На палатку Смотрит И пускай Как слышь Там Четок Около Тысячи Долларов Дают В месяц Где-то 800 900 Потом Бесплатная Еда Бесплатная Одежда Все Бесплатно И Сверху Еще Вот эти 800 Долларов Или 900 А эти 2000 Долларов Им Никто И не давал Но Многих Из них Подобный Лайфстайл Вполне Устраивает И они Не хотели Бо Ничего Менять И в этом Я убедился Лично Доллары На Коту Наверное На Улица Да Я живу На Улице Уже 10 Лет Ты Когда-нибудь О том Чтобы Бросить Наркотик Да Я думал Их бросить Но Моя мать Растила Не слабака Как тебе тут Живется В Лос-Анджелесе На Венисе В данный Конкретный Момент Я люблю Жизнь На Венис Бич Да Мне тут Нравится Если было бы Иначе Я бы ушел С улицы Но Я живу Тут Уже 10 Лет Поэтому Да Тут Круто Были бы Еще Деньги Если Кто-то Тебе Предложит Жилье Ты Туда Пойдешь Да Так Точно А Готов Ли Ты Пойти На Работу Ради О Да Конечно Я готов Работать Хоть Сейчас Да В запасе Еще Много Времени Чего Через Сколько А готов Ли Ты Пойти На Работу Ради О Да Конечно Я готов Работать Хоть Сейчас Все Плохое Уже Позади Через Десять Лет Мне Будет 44 Ему 34 В запасе Еще Много Времени Некуда Поэтому Поживем Увидим И Еще Одна Не Просто Мне Порой Стремно Становится Когда Вижу Своих Ровесников Которые Ну Выглядят Как-то Прям Ну Как-то Прям Вот Совсем Не Молодо Ну Да Которые Выглядят На 50 Лет Я Такой Думаешь Ему Столько Жи Как и Мне Почему Ему На Вид Все 50 Интересная Особенность Калифорний Мне 25 Но По легенде Мне 32 Поэтому Давайте Будем Придерживаться Легенды Вот Этой Вот Которой Я Придерживался Сколько 12 Лет Так Понятное Дело Что Мне 25 Ну В Реальной Жизни Но У Хэсусу 32 Бомжей Заключается В том Что Консолидируются Они Преимущественно В центре Города В Сан-Франциско Это Тендерлоин В Лос-Анджелесе И того Тендерлоин Это вообще-то Вид Мяса Стейк Стейк Так Называется Тендерлоин Этот Стейк Из бомжей Делают Что Ли Поэтому Так И Называется Я Думал Он Из Говядины А Он Из Бомжатины А Я Думаю Чего-то Он Какой-то Невкусный Он Самый Невкусный Всех Стейков Которые Есть Мне Нравится Филе Миньон Но Это Не Стейк Но Тем Не Менее А Тендерлоин Он Жесткий Какой-то Ох Уже Скидрол Даже И И И Района Наход Безом Чуть Не Съели Самого Ходится Буквально В двух Шагах От Небоскребов Которые В любой Другой Стране В Которые Тоже Есть Небоскребы Однозначно Считались Б Премиальными А Происходит Так Потому Что У Бомжевания Есть Один Неоспоримый Плюс А Именно То Что У Тебя Очень Много Свободного Времени Если Ты Маргинал То В Гет То Ты Будешь Стримить На Твиче И Всех Назвать Конторскими А Если Ты Убер Маргинал Тут Действует Куча Программ Для Бездомных Где Тебя Бесплатно И Накормят И Оденут Здесь Много Туристов Которые Причем Что Забавно Туда Мог Не Только Бомжи Приходить Хавать Вообще Любой Человек То Даже Если Ты Миллионер Ты Можешь Прийти Сказать Тебе Нужна Еда Тебе Дадут Покушать Я Могу Прям Сейчас Ходить Такое Место Забрать Еды И Все И Мне Дадут Спокойно Дадут Милостыню И Даже Городские Копы Тут Более Терпимы Так Что Самое Время Заняться Попрошайничеством Вообще Знаешь Если Задуматься То По Оформляют Донатик Плюс Бомжам Позволяет Делать Психически По сути Да Так и есть Стримеры Они же По сути Считаются Безработными Так или иначе И нет Такой Даже Профессии Как Стример Официально То есть Я когда Налоги В Америке Платил Мне надо Было Указать Кто Я А я Такой Типа А кто Я Сначала Я указал Твич Стример Потом Через неделю Когда Бухгалтер Все Оформил Надо Было Прийти Подписать Я Такой Читаю Смотрю Твич Стример Звучит Как Как По Был Такого Вообще Не Существует И Я Говорю Переделать Напишите Инфлюенсер Вот И Это ОК Типа Да А А А А Кто Кто Ну Переведи Че Такой Инфлюенсер С Английского На Русский Ходилары Блин Хоть Знаешь Как Переводится Это Слово А А Влиятельный Человек Ну Лидер Мнений Ну Типа Блогер В Это Входит Как раз Таки Все Тиктокер Блогер Стример Ну В общем Это Инфлюенсер Мне Из банка Не Звонили Письмо Приходило Типа Вы Должны Указать А Нет Что-то Подтвердить Свои Данные Мне Пришлось Звонить Объяснять Кем Я Работаю Я Говорю Ну Я Это Я Стример И Что Что А у них Типа В системе Им Надо Вписать Буквально Название Профессии И Нажать Кнопку Принять Я Говорю Стример Она Пишет Стример И Говорит А Здесь Нет Этого Я Такой Ладно Окей Тогда Давайте Блогер Она Такая Но Типа Тоже Не дает Типа Нет В банке Нет Такого Понятия Как Стример Или Блогер Я Такой Окей Давайте Инфлюенсер А Вписывая Такая О Вот Это Можно Я Такой Ну Все Я Инфлюенсер Все Вот Вот Так Составляющая Вещества Ну Это Так А Что Касается Попрошайничества То Нет Особого Смысла Писать На Картонке Что-то Жаловное Потому Что Все Вокруг Знают Что Ты Получаешь Пособие Поэтому Многие Не Стесняясь На Своей Картонке Пишут То За Что В любой Другой Стране Им Не То Что Не Дали Б И Цента Так Еще Б И Погнали Нахрен С Аными Тряпками Например Вот Нужны Деньги На Траву То Есть Понимаешь Да Это Явно Вещь Не Денег Ты Тратишь В Месяц Ну И Вопрос Чувак Несколько Тысяч Откуда У тебя Они Люди Люди Дают Мне Свои Деньги Просто Подходят И Дают А Я Трачу На Жизнь Еще И Остается Просто Подходят И Дают Почему Мне За Всю Жизнь Никто Просто Не Подошел И Не Дал Денег На Улице Хотя Этот Чел Выглядит Даже Ну Лучше Чем Я В Плане Одежды Я Более Похож На Бомжа Чем Этот Бомж Че За Бред Че Надо Делать Чтоб Подходили И Давали Да Надо То же Самое Нет Он Говорит На Улице Люди Подходят Понятное Дело Что Ну Стрим Это Есть Стрим Окей Дается На Рандомные Вещи Вроде Футболок И Вся Мелочи Ну Граждане Пособия Тратится На Еду Самое Необходимое И Там Почти Ничего Не Остается То Ты Мой Друг Очень Сильно Заблуждаешься Кто Бриган С Нет Нет Никаких Инвестиций В Крипте Почему Ах Ты Реклама Была Да Еду Бездомные Получают Бесплатно Есть Такая Штука Под Названием Футбанк Приходишь И Берешь Себя Продукты Какие Тебе Нужно Тут Даже Нет Никаких Ценников Еда Причем Что Интересно Очень Даже Неплохая Это По Сути Та Ж Так Что Там С Позаливали Позакрывали Кто Пишет Ох Эсус Вот Твич Это Самая Забанит Что Делать Будешь Ничего Кайфовать Вот Ходить Бесплатную Еду Жрать И Все И Жить Классно Круто На Пособие В Америке Ты Не Пропадешь Вообще Никак То Это Чтобы Здесь От Голода Умереть Но Я Не Знаю Что Надо Я Нам Приходит Бездомный Мы Собираем Для Них Маленькую Сумку С Едой И Мы Кладем В Нее Например Хлеб Печень Никто Просто Так Денег Не Будет Давать Вроде Как Смотрим Видос Где Все Показано Рассказано Как Это Работает Чел Чати Или Наверное Только Зашел Или Просто Дурак Тут Даже Киселев За Бесплатной Еду И Ходит Сок Своего рода Сухпайок Томаты Фрукты Еда Которую Не нужно Готовить Тут Сказано Что Я могу Пожаривать 50 Долларов И за это Получи продуктов Общей стоимостью В свыше 500 Долларов Ну Вы же Понимаете Что Я могу Получить У вас Еды На 500 Баксов И Перепродать Конечно И Некоторые Люди Так Делают Вот Смотри На Это Одна Такая Буханка Стоит Так зачем Тогда Иду Покупаешь Если Можно Бесплатно Взять Затем Что Я не Хочу Быть Для Государства Пиявкой Или Там Я не Знаю Ну Каким То Этим Подсосом Короче Говоря Вот Поэтому Я и Плачу Налоги Полностью Сколько Надо И Хочу Быть Полезным Чтобы В будущем Хотя Было Проблем С Получением Паспорта Американского А не Паспор Скажут Ну Налогов Платит Больше Чем Трамп Знали Сколько Трамп Платит Налогов Как-то Помню Разгоняли Тему О том Что Он Один Доллар Заплатил А этот Паспорт Скажет Больше Трампа Платит В 17 Тысяч Раз Ну Все Давайте Ему Паспорт Стоит Два Доллара В магазине Заголовка Помощь Оказывается Абсолютно Всем Не Надо Показывать Никакие Несправки О Доходах Никакие Декларации Ничего Подобного Просто Приезжаешь К фонду И получаешь Свою еду Абсолютно За 50 Баксов К нам Приходит Много Эмигрантов С России И Много Эмигрантов С Украины А когда Они Видят Что Могут Получить У нас Камон Автор Откуда Знает Что Он Откуда Знает Он Там Живет Пришел Туда Взял Еду Бесплатно Откуда Автор Знает Ну Наверное Потому Что Он Там Находится Ты Думаешь Что Они Пойдут В Супермаркет И Купят То Что У нас Есть Бесплатно Но Есть Один Нюанс Когда Ты Находишь Халяву Ты Кому То Об Расскажешь Нет Врубаешь Они Не Хотят Делиться Они Не Хотят Чтобы И Крыса Вместе А Этот Взял И Целый Видос Об Эм Записал И Теперь Все Знают Что Ооо А Где Вы Берете Эту Еду Ох Откуда Мы Е Только Не Получаем Сейчас Расскажешь Это Просрочка И Все Так Ооо Ооо А я И не Думал Причина По которой Нам Отдали Этот Хлеб В Том Что Он Должен Весить 680 Грамм А Он Весит 679 Грамм Когда Он Спускается По Конвейеру Его Отбрасывает В Сторон Потому Что Он Не Весит Сколько Должен Если Мы Его Не Забираем В смысле Блядь Если На грамм Меньше Его Убирают Ебать Берем Его Просто Отправят В Утилизацию И Че Нах Уй Это В То В Время Когда Люди Голодают После Того Как Перекусили Пора И Модно Приодеться Одежда Тут Ровно Та же Что И В Секонд Хэнде В Твоем Городе Я Б Даже Сказал На Уровень Посвежее Схема Простая Американцы Донатят Свои Старые Поношенные Шмотки В Благотворительные Организации Организации Раздают Шмотки Нуждающимся Те вещи Которые Нуждающимся В нашем Случае Бомжам Не Приглянулись На Большом Пароме Отправляют Прямиком В Твой Город И Уже В 7 утра Бабки В Секонд Хэнде Начинают Толкаться За Теса Ебать Поняли Охуеть Так что Блять Сидите Там Помалкивайте И не надо Смеяться Бомжами Американскими Вы их Одежду Доносите Доношаете Блять Ой Ебаный свет Бля Самые Шмотки Которые Между Первыми И вторыми Получается Бабки В России Носят Одежду Американских Бомжей Нихуя Се Руками Побывали Получается Еще Висколотых Ну а что касается Одежды Опять таки Я посмотрел На первоисточники Если не быть Предвзятым И сравнивать Например С теми же Балинсиагами То одежда Вполне себе Даже ничего Иногда Даже будет Трудно Отличить Да и ты В отличии От американских Бомжей За нее Б еще И заплатил Я вот Собственно Так сказать И заплатил За такую же Это что касается Одежды А вот Что касается Жилья То что ты Бездомный Еще не значит Что тебе Негде жить Потому что в США Есть такая штука Как шелтеры Ну увы В шелтерах И ночлежках Есть душные правила Вроде того же Запрета насилия Или запрета Ставить героин Нутривенно Ну ебаный свет Да Плюс комендантский час Ну а кто может Запретить гражданину Самой свободной Страны Вдруг начать Ночью орать На демонов Итак Пособие у нас Было 400 долларов На еду Мы потратили Ноль На одежду Ноль И еще На жилье Тоже Ушло Ноль Естественно Мы же бездомные Итого У нас осталось 400 долларов Как итог Если бы я захотел Снять челлендж В живую неделю Как бездомный Блядь А давайте я спрошу Не не Вы не подумайте У меня нет Знакомых бомжей В Лос-Анджелесе Привет Скажи А какие пособия У бомжей В Лос-Анджелесе Сколько они получают В месяц Что за звук Алло Борис Проснись Ну это ведь Че там Алло Борис Подожди А так же Специальные программы Трудоустройства А если не инвалид И не ветеран Точные суммы пособия Которые могут получать Бездомный Месяц В доступных источниках Не указывается Однако акцент Делается на программах Поддержки И реинтеграции Не Мне интересно Сколько они в месяц Получают Бомжи Вот эти вот Которые не ветераны И не инвалиды Блядь Ты че там Тухнешь Я не понимаю Что за звук К сожалению Я не смог найти Точной информации О сумме Мне не нужна точная Которые получают Бездомные в Лос-Анджелесе Не являющиеся Ветеранами Или инвалидами Доступная информация Больше сосредоточена На программах Помощи И поддержки Чем на конкретных Суммах Финансовой помощи Мне не нужна Точная информация Можно хотя бы Примерные данные Сколько Бомж Не ветеран И не инвалид Получает Пособий В месяц В Лос-Анджелесе Алло Сейчас опять будет Ты-ты-ты В общем Бездомные в Лос-Анджелесе Которые не являются Ветеранами Или инвалидами Могут получать Разные виды поддержки Но не всегда Это выражается В денежных пособиях Например Они могут получать Доступ к приютам Еде Медицинским услугам И программам Социальной адаптации Если говорить О денежных пособиях То такие программы Как General Relief В Калифорнии Предназначены Для лиц без детей В том числе Бездомных И могут предлагать Скромную финансовую помощь Размер которой Может варьироваться Но обычно Не превышает Несколько сотен долларов В месяц Точные суммы Могут зависеть От индивидуальных обстоятельств И доступности программ Получается С камер Спиздобол Извините Запутанницу Я старался Предоставить информацию Основанную На доставных данных Да не ты, блядь И могу понять Как это может вызвать Разочарование Если ответ Не соответствует ожиданиям Да не ты Если у вас есть Другие вопросы Или темы В которых я могу Да все Давай иди отдыхай Господи, блядь Вот это Это вы называете Нейросетью, сука Тупой как баран, блядь И тут Да е Наверное Принципиально бы Ничего не изменилось А возможно бы Моя жизнь Даже стала чуток лучше Я стараюсь Об этом Как-то не думать Как видишь Жизнь бездомных Тут похоже На какую-то Мобильную игру Утром зашел Собрал все бонусы Открыл подарки Получил новый лук И спокойно себе Идешь в рейд На попрошайничество Ну а если Всего этого Тебе мало То у бездомных Бля, сейчас люди Насварятся Этот видос Такихуя Там чуть ли не Игра какая-то Да, вот это вот Быть бомжом В ЛА Поедут, короче В Америку И бомжевать будут А здесь Как Вскроется, правда Что быть бомжом Это на самом деле Страшно Что тебя могут Пырнуть нахуй И сбить Ограбить Что, блядь Это самое Что там, я не знаю Еда, которую ты Бесплатно берешь Твою хуй Где приготовишь Потому что ты на улице Что там еще Холодно по ночам Нормально Не поспишь Некомфортно, блядь Тараканы Везде бегают Которые тебе В палатку залезают И грызут тебе Пятки, блядь И еще куча Всякой херни Короче Не жизнь А хуйня Есть даже Свой целый город И прямо сейчас Мы в него Отправимся Слэб-сити Или как его Еще называют Последнее Свободное Место В Америке Ну или город Где живут Те, кто Отрицают Закон и порядок Кому как Удобнее Сколько вам лет Мне 27 Мне 33 Моей жене 22 22 Мне 22 В следующем месяце Мне 40 Если ты сравнишь Жизнь здесь Жизнь в городе То чем тут лучше Не надо платить аренду На хрена платить За электричество Если ты можешь Его сгенерировать Я так устал от жизни В большом городе По итогу Тебе тут нравится Да? Да Очень Находится Слэб-сити В пустыне Сонора Раньше здесь была Военная Охуй знает Эбаза А сегодня Тут есть даже Магазины Кафе Общежитие Скейт-парк И своя церковь Но это все еще Штат Калифорния Да еще и пустыня Поэтому летом Тут спокойно Температура Может быть И все 50 градусов Ебать И здесь все В аккумуляторах И солнечных батареях Потому что Электричества нет И возможно Тысяч Откуда они деньги взяли На эти батареи Сейчас спросишь А как в такую жару Выжить без кондиционера А я тебе отвечу Что у местных Тут свои методы Что? Мы прячемся От жары под землей А температура Там примерно 15 градусов С водой Как ты уже догадался Тут тоже хреновасто А откуда у вас вода? Есть те Кто нам ее привозит 50 баксов Стоит наполнить Один этот бак В них примерно 1100 литров в каждом Нихуя Сколько вам хватает Этой воды? 50 баксов Мы использовали Примерно Половину бака А она там не нагревается Пришел немного Посчитать И скажем так Знатно Офигел Потому что Цифры говорят Очень ярко В общем В этом лагере Их живет 5 человек И это получается Что у них есть Примерно По 450 литров воды В месяц И чтобы ты понимал Весь контраст С жизнью людей В городе То вот такой вот Среднестатистический Человечек Как ты Тратит Примерно Ну 200 литров В день А вот За продуктами Уже надо ездить В соседний Более полноценный Город Откуда ты берешь еду? У нас тут есть Магазинчик Очень хороший момент Как я нахуй могу Потратить 200 литров Если я Большую часть Своего дня Провожу Среди на этой табуретке Ебаной И стримлю Почти с утра И до Блять вечера Магазинчик Все продукты Пока моешься Я что На себя 200 литров Выливаю Нет Когда я опаздываю Я мой Быстро Ты у них свежие И есть Все что нужно Прямо тут на углу И как далеко К нему добираться Прямо тут Туда можно Сходить пешком 5 километров А ты не пьешь Ну да 200 литров В день выпиваем 5 километров В одну сторону Звучит быть может И не катастрофически Но ты учти Что у многих Жителей машины нет Плюс Опять таки Это пустыня А значит Летом 50 градусная Жара Ну и еще Тот факт Что живут Тут явно Не зожники А значит Такая прогулочка Вполне себе Может стать Последней Но зато Здесь спокойно Можно купить Дозу метамфетамина Как тут обстоят Дела с наркотиками Ну все понятно Короче Чем они там В пятером Занимаются В этом лагере Прикрывается Какой-то свободой Бляжи Платить не надо Да нет Можно просто Спокойно Седя на улице Долбить Меф Вот Вот это Главная причина По которой Они там и живут Лично я предпочитаю Употреблять Из наркотиков Психоделики И марихуан Осуждаю Блядь Я ем грибочки И курю травку Осуждаю Минус это все Метамфетамин Здесь довольно распространен И фентанила Здесь тоже много Я не думаю Если блядь Вас там 5 человек В Америке Или как Есть хоть один город Где фентанила мало И тем не менее Люди там живут Годами И даже десятилетиями То есть Это не какой-то там Кемпинг Или лагерь Это вот прям город Туда даже посылки Иногда доставляют И еще иногда Или типа именно В их лагере 5 Там проходят Фестивали и выступления Ааа Понятно А в целом Почему нет Наркотики есть Невзысканная публика Есть Сцена тоже есть Звучит как райдер Любого современного Хитмейкера А как вы ребят Размекаетесь Может интернет есть Мы хотим Установить Старлинк здесь Я хожу В один из больших Лагерей И использую Их интернет Потому что Бля Можешь приехать к ним В гости Подарить им Старлинк У них есть Старлинк На всю деревню Реально Старлинк Чтобы качать Все видео Которые я хочу Чисто видол Заснять Как я покупаю Там не знаю 5 Старлинков Приезжаю туда И просто им говорю На Это ваше Теперь Смотреть В ближайшие Несколько дней Я читаю Мангу Поэтому Я скачиваю Тысячи глав Манги Читаю Нихуясь Анимышник Удаляю И качаю Новые Как говорят Местные Копы сюда Приезжают Каждый день И проверяют Обстановку Я не удивлен Что он Меф долбит И прочее Будучи анимышником Все равно Это еще не значит Что с соседями Можно ссориться Лучше не надо Потому что В таком случае Тебя запросто Могут сжечь дом Или Как это тут Называется И еще тут Один из самых Высоких уровней Поджогов По стране Вот ведь Совпадение Да И зовется Это Правосудием Слэпсити А я могу Там стать Блядь Президентом Но я вот Привезу туда Им эти Тарелки Блядь Илона Масовские И они такие О ты Теперь наш король Короче Все Это одна из моих машин Окей А чем ты занимаешься Этим Откуда у тебя деньги От людей Вроде тебя Откуда вы все берете деньги Чтобы строить этот лагерь У Теда Подожди От людей Она ебется Блядь С туристами За деньги Или А чем у нас сейчас Откуда Тед берет деньги Я получаю деньги От правительства Я ветеран Получил травму в бою И у меня теперь За это пенсия Фу Герой своего нахуй В буквальном смысле Чаешь ли ты Какие-то деньги От государства Я получаю Талоны на еду Ну и конечно же Гора спасения Главное место Этого города Собрана она Буквально Из говна и палок Да еще Кирпичей Покрышек И конечно же С божьей помощью Поэтому богу Она и посвящена Популяция этого места В течении года Колеблется Хоть летом Тут людей И не так много Но зимой Спокойно может Набраться И пара тысяч жителей Нихуя Есть даже район О Это мой район Блядь Джизус Который представляет собой Что-то вроде Хипстерского рая Да Тут тусуются Всякие свободы Мои подписчики И художники И другие виды безработки О Это модерация В России же Для них существуют А вон там У них в тарелке Это Это вот забаненные Короче говоря Вот Ему отклонили апелляцию Без причины Просто так Вот тоже Блядь Это Это Рука Какого-то Челика Который писал Бангворды В чат В России же Для них существуют Лофты и кальяны Но Мы здесь Ради свободы Просто жить И наслаждаться Жизнью Без множества Дурацких Правил и законов И пока Ты никому Не мешаешь Ты можешь Делать Все что угодно Преврати Свой дом В арт проект Это то Что сделала я Ты можешь Сюда переехать И ничего не делать Целыми днями Просто наслаждаться Тишиной природы Некоторые люди Приходят сюда Потому что они Ищут тут Некую сакральную общину И она действительно Тут есть В общем тут есть Все чего только Можно пожелать Это мне тут и нравится Знаешь Когда я сюда ехал Я хоть и не ожидал Что меня головы Привяжут к джипу И будут гонять по пустыне Как в безумном максимум Или например Что я пойду гулять И увижу черепаху Которая ползет А сверху на ней Человеческая голова Потому что рядом Тут граница с Мексикой Но все же Сказать честно Некоторые опасения были По приезду же Ощущается Как город из Фоллаута Конечно Тут также можно Получить дозу Отнюдь не радиации Всякий раз Когда я говорил С людьми Я все прям вот так И ждал Что они сейчас Дадут мне Какой-то следующий квест Но подобного Не происходило И все эти люди Оказались Очень даже милыми И я в очередной раз Увидел Какой же все-таки Вред наносит Стигматизация И стереотипы Когда ты вот Нацепил на человека Ярлык И видишь его Только таким Как уже заранее Себе представил Этим ребятам Нет смысла Долбиться со мной В десны И казаться лучше Чем они есть На самом деле Зачем им это нужно Чтобы о них Лучше подумал Какой-то чувак С ютуба Из другой вообще страны Нет поверь Им это не нужно Вот они такие Какие они есть Настоящие Слэп сити Это место Где живут Пенсионеры Уставшие От городской жизни Романтики Люди Которые По какой-то причине Хотят забыть Свою старую жизнь Ну и само собой Никуда без пары Любителей фентанила Нет не я Вы тут тоже найдете Когда ты живешь В обществе В городе Твою свободу забирают Но зато ты живешь Комфортно Здесь же ты можешь Жить по-настоящему Интересную жизнь Но срок твоей жизни Существенно падает Потому что сейчас Ты выживаешь В дикой природе Многие люди здесь Не имеют никакого дохода Поэтому им приходится Искать способы выжить Добывать Крафтить Находить материалы Ебать Чисто раст Какой-то Или я не знаю Майнкрафт Они в Расте живут Понимаешь Чем-то напоминает Вы заебали клип с память Какой сцит в бутылку Вы еще блядь Вообще шизоиднулись Нахуй Гру фоллаут Явно Фоллаут Есть общие черты Ну ядерки еще не хватает И то возможно скоро И Бля Я забыл о чем говорил Ну ты же не считаешь себя бездомной Правильно? Тут так не считают Ты можешь быть бездомным Только если сам этого хочешь Здесь есть куча трейлеров И тому подобного Получается что Это исключительно А тизеры Вот твое собственное решение Вы заебали Блядь Я не ссал в бутылку Вообще что ли дуракина Тебе тоже не стоит быть Слишком уж каким-то блядь душным Я сидел пузо чесал Алло По-твоему у меня моча Из пупка блядь льется Тебе тоже не стоит быть Слишком уж каким-то блядь душным И мега правильным Потому что Я уже не могу блядь Пузо почесать вот так Значит су в бутылку Вы понимаете что у меня писюн Так-то еще длину имеет И чтобы мне Это сделать Мне надо вот так вот Мне не обязательно вот так делать Нахуя вот так-то делать Пиздец блядь В моем чате люди Чаще всего шутят Шутят Вся эта токсичность Которая То есть вы считаете Что я ссу в бутылку Несмотря даже вниз Куда я ссу Называешь токсичностью Она может являться Просто юмором И патя красивый То есть Ладно Да такой юмор у людей И шо блядь Да нет я не на ссал У меня даже бутылок нет Вот она на столе Ну вот рядом одна Но она пустая Ну там вода Че мне теперь Короче надо бля Так Где там видео-то Бля А вот Нет так вот жить И так везде Ты должен сам для себя Решить чего хочешь Выпей Вы думаете у меня моча Вот такая прозрачная Балдеж Мочу пьют Эээээээ бля Смекаешь? Тебе придется с чем-то смириться, чем-то пожертвовать и... Пиздец, придумали какую-то хуйню, что я настал в бутылку, блядь, заставили выпить воду, теперь пытаются себя же убедить в том, что я мочу выпил. Правильно в комментах пишут на ютюбе, вы ебанутые. Придется что-то оставить позади. Я встречала таких персонажей, что ты никогда... Никогда бы не подумал, что они смогут изменить свою жизнь... За что? Они уничтожили свою жизнь до той точки, откуда... откуда не возвращаются. И вот одна из таких людей готовится стать мамой, и все у нее очень хорошо. Есть и другие примеры. Один мой такой товарищ строит себе сейчас маленький домик в горах, он слез с наркотиков. Это люди, которые были дикими алкоголиками, наркоманами, которые уже потеряли почти все свои зубы. Как я и сказала, даже кого ты никогда не ожидал увидеть изменившими свою жизнь? Но, как видишь, надежда есть всегда и для всех. Если ты сейчас сидишь в недоумении и не понимаешь, почему это, как это так, вонючим бомжам-наркоманам в Америке такое хорошее отношение, то я тебе объясню. Вот если ты в СНГ видишь бомжа, то, скорее всего, у тебя в голове сразу же возникает ряд вопросов. А что это такое ужасное у него в жизни произошло, что он потерял квартиру? И вот ответы на эти вопросы чаще всего будут на поверхности. А именно то, что изначально его райончик был так себе. Он родился, рос и вырос в рабочей обычной семье. Окружение его также изначально было маргинальное. Возможно, среди бомжей даже есть лудоманы, безусловно. Родители умерли, он забухал и все потерял. В США же... Но чаще всего там проблему вот, как он и говорит, алкоголь. Ебаная алкашка, блядь, понимаете? И те бомжи, что в России, ну, в 99% случаев это бомжи, которые стали бомжами не потому, что им так захотелось. А потому, что так жизнь сложилась неудачно. Поэтому они бомжи. Вот. А здесь же как бы наоборот. Многие бомжи стали бомжами, потому что им по кайфу быть бомжами. Вот так захотелось. И все. Ну, и, конечно, чаще всего в том числе это проблема наркотиков. Но чаще всего они становятся бомжами и только после этого начинают долбить наркоту. Потому что на здоровую голову, видимо, блядь, тяжело такой жизнью существовать. Ситуация вообще обратная. Крупные города типа Лос-Анджелеса и Сан-Франциско привлекают много высокооплачиваемых работников на всякие технологические должности. Они, в свою очередь, создают спрос на водителей такси, всяких помощников, нянь, кассиров и так далее. Людей становится больше, спрос на жилье растет и по итогу многие не могут себе его позволить. И либо уезжают, либо... Короче, это все из-за ебаных айтишников. Люди, блядь, бомжуют. Все понятно? Все из-за ссаных программистов айтишников. Люди вынуждены бомжевать. Ну, понятно. Ну, понятно. Падают на улицу. Сначала ты будешь half homeless. What? Или, назовем их, бездомные на полшишечки. То есть, это люди, которые живут в ночлежке, а утром едут на работу. Буквально. Я программист, вопросы... Да, блядь, вопросы. Из-за тебя люди бомжуют. Точно такие же люди, как и мы. Просто у них нет дома. У многих из таких ребят есть машины, трейлеры, домашние животные. Они могут сидеть себе в Старбаксе и пить кофе. Могут вести Ютуб-канал. Призывать подписываться на Телеграм-канал, ссылочка на который в описании под видео. И так далее. А теперь представь, что значит отобрать у человека дом. Это ведь, по сути, единственное место, где он чувствует себя в безопасности. Потеря дома – это огромный удар. По факту, твой мир просто переворачивается с ног на голову. А самое страшное – это то, что как только ты становишься бездомным, у тебя тут же включается невидимый таймер. Он отсчитывает время, после которого вернуться в нормальную жизнь, даже если тебя отмыть и побрить, будет уже трудно. И с каждым днем ты все больше и больше будешь терять свой человеческий облик. А учитывая, что каждый второй бездомный страдает психическими расстройствами, очень скоро ты и сам станешь таким же. Ведь дешевая наркота в шаговой доступности в этом обязательно поможет. И именно наркотики у таких людей становятся анестезией. Но правда в том, что со временем неизбежно эта анестезия превратится в последний гвоздь на крышке твоего гроба. А пособие в таком случае становится просто пенсией на дожитие. Ну как оказалось-то пособие еще не так просто получить. Государство. У людей, понимаешь, сужается круг их интересов только к наркотикам. А деньги, на которые они их купят, государство и так выдаст бесплатно. Ну и вопрос в таком случае, да зачем тогда вообще стараться? Все эти люди раньше в самом страшном сне не могли себе представить, что будут вот так вот не стесняясь ходить по центру города. Пока мимо них люди будут ездить в дорогих машинах на работу, строить семьи и свои планы на будущее. Поначалу они стеснялись своей грязной одежды, стеснялись жить в палатках и поэтому ютились в мотеле. Ну знаешь, это как человек, который потолстел и этого не замечает, потому что каждый день видит себя в зеркале. Так же и они незаметно с каждой неделей принимали свою новую жизнь. И в какой-то момент она даже стала для них нормальной. А ты уж поверь, погружение в среду происходит очень-очень незаметно. Первым делом ты поймешь, что эти люди на улице на самом-то деле не такие уж и плохие. Вот это как помнишь, в детстве тебе говорили, что курить плохо, курить нельзя. Но вот ты вырос, дудку из рук не выпускаешь и ничего страшного, живой ведь. Так же и с ними ты увидишь, что вполне себе можно шутить, можно зависать. Да и со временем никакое жилье от государства тебе уже не надо. Ведь зачем жить в четырех стенах, если тут на улице у тебя уже есть свои новые друзья. На работе на тебя все смотрели свысока, а тут все равны. Там пытались из себя что-то строить и казаться лучше, чем они есть. А вот на улице люди самые честные. Да и кроме всего... Бля, это реклама бомжатской жизни в Америке, я так понимаю. Вот уже хочется просто, блядь, отключить стрим, купить билет в Л.А. и... На всю же ты жизнь забираешься сюда, правильно? Всего-то недельку перекантоваться. Ну на недельку всего лишь-то. Перекантоваться, да. А то дорого за аренду платить, реально. Ну нахер. Лети свободе, как орел.